Итак, Заратусто закончил говорить о человеке и сверхчеловеке, и Ниша показывает нам это, утверждая с точкой 35. Здесь окончилось первое решение Заратусто, неисправимое также предисловие. Достаточно. Мы не будем говорить о сверхчеловеке и последнем человеке, мы достаточно их обсудили, но если вас интересует, то я отсылаю вас к следующим трудам Ниши. Том 5, страница 116, параграф 202. Том 3, страница 79, параграф 96. Нет, зачем? Параграф 224. Том 5, страница 149, параграф 225. Смерть Бога освобождает человека и тем самым дает ему возможность либо развиваться, либо деградировать. Что же кричит толпа на утверждение Заратусто? Либо на этом месте его прервали крик радость толпы. Да, он не договорил, но радость толпы прервала. Дай нам этого последнего человека, Озера Тустро, так откричали они. Сделай нас этими последними людьми. Тогда не нужен нам твой сверхчеловек. И весь народ радовался и филку языком. Да, помните, что сказал святой? Святой сказал, не давай народу ничего, возьми у него что-то и отдай ему его же. Они уже движутся к последнему человеку, потому что Бог уже умер. И потому они хотят лишь больше того, что у них уже есть всеобщего равенства, отсутствие страдания, отсутствие насилия и так далее. То есть договорился. Но Заратусто стал печален и сказал своему сердцу. Они не понимают меня. Мои речи не леют их ушей. Пожалуй, слишком долго жил я на горе. Слишком часто слушал я ручьи и леевы. Теперь я говорю им, как козапасам. Непоглебима душа моя и светла, как горы в бытенний час. Но они думают, что я холоден и что насмехаются ужасными шутками. И вот они поврятывают на меня и смеются. И смеясь, они еще ненавидят меня. Лед в их смехе. Лед в их смехе, да, достаточно. Заратусто понимает, что к народу обращаться бессмысленно. Что толпа никогда не поймет того, о чем он говорит. И потому его цель должна измениться. Кому он должен обращаться? Точно не к народу, но он пока не знает, к кому. Но тут случилось нечто, что делало устав всех немимее и взор неподвижным. И по тем временем канатный присун начал свое дело. Он вышел из маленькой двери и пошел по канату, натянутому между двумя башнями, висевшему над базальной площадью и народом. Как раз когда он находился на середине своего пути, маленькая дверь вновь открылась. И парень, пёстро одетый и как шут, выскочил из нее. И быстрыми шагами пошел вслед за первым. «Вперед, промоногий!» Кричал он своим страшным голосом. «Вперед, ленивая скотина, ворюга, напеленная рожа! Смотри, чтобы я не пощекотал тебя своей пяткой! Что делаешь ты здесь между башнями? Тебе был башней сидеть, запереть надо бы тебя. Тому, кто лучше тебя, загораживаешь ты дорогу!» И с каждым словом он все ближе и ближе подходил к нему. И когда он уже был из него на расстоянии одного только шага, случилось ужасное, сделавшее уста всех длинными и в зону подвижной. Он испустил дьявольский крик и прыгнул через того, кто стоял у него на дороге. Тот же, увидев, что его соперник побеждает, потерял голову и канат. Отбросил свой шерсть и еще быстрее, чем он, полетел вниз, как будто вихрь из рук и ног. Базарная площадь и народ ходили на море, когда проносится буря. Все бежало в разные стороны, особенно там, где должно было упасть тело. Но Заратустра оставался на месте, и прямо возле него упало тело, изуродованное и разбитое, но еще не мерзло. Достаточно. Заратустра берет, или нам кажется, что он берет метафору идущего позади него канатоходца, когда говорит о том, что человек – это канат между обезьяной и сверхчеловеком. Если мы сохраняем эту метафору, мы видим, как некий человек идет по этому канату между обезьяной и сверхчеловеком. И мы видим, как некто другой обгоняет его, прыгает через него, вызывая в нем ревность и зависть. И от этой зависти этот человек падает вниз и разбивается. Достиг ли тот второй конца, этого не сказано, это и не нужно, потому что наш герой – это человек, это канатоходец, а не шут. Очень сложно понять, что имеет в виду Нитча, особенно пока мы не услышали слова самого канатоходца. Немного спустя к разбившемуся вернулось сознание, и он увидел Заратустру, стоявшего возле него на колене. «Что ты тут делаешь?» – сказал он наконец. «Я давно знал, что дьявол подсталит мне ногу. Теперь он тащит меня в преисподнюю. Не хочешь ли ты помешать ему?» «Перешь честью, друг», – отвечал Заратустру. И заметьте, это первый человек, которого он называет другом. «Не существует всего того, о чем ты говоришь. Нет ни дьявола, ни преисподней. Твоя душа умнёт ещё скорее, чем твое тело. Не бойся, что тебе ничего». Остановимся. По ту сторону добра и зла есть афоризм, который звучит так. Так что же, популярно выражаясь, «бог мёртв, а дьявол нет» – это всё в кавычках. «Нет, друзья мои». Как раз-таки наоборот. Наоборот. Но кто же заставляет вас популярно выражаться? Когда Заратустра говорит «бог умер», толпа думает «так что же, бог умер, а дьявол остался жить?» Ницше отвечает толпе «нет, нет, 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 нет». Всё ровно наоборот. Иными словами? А кто остался жить? Что это значит? Это значит, что всё это время люди путали бога и дьявола. Помните, как выглядит дьявол? Бог умер. Тот бог, который говорил вам, что для того, чтобы быть совершенными, не надо ничего делать. Тот бог, который звал вас в то место, где не надо ничего делать. Тот бог, который призывал вас ничего не делать, не вредить другим, ждать своей смерти, не дёргаться, не сопротивляться, подставлять вторую щёчку. Это на самом деле был дьявол. А дьявол на самом деле был бог. И этот бог – бог селенов и сатиров. Бог, о котором мы пока не говорим. Бог, наступление которого произойдёт в самом конце третьей части. Или возвращение которого, если хотите, произойдёт в самом конце третьей части. Если вы последовали моему совету и вчера ночью проглядели сквозь рождение трагедии, вы знаете, что это. Ну, тебя не издата. Ну, пока мы знаем только его имя, а его суть станет нам известно позднее. Ещё разочек. Клянусь своей честью. Клянусь честью другу, отвечал за растутство. Не существует всего того, о чём ты говоришь. Нет ни дьявола, ни преисподних. Твоя душа умрёт ещё скорее, чем твоё тело. Не бойся же теперь ничего. Человек, посмотрём на него с недоверием. Если ты говоришь правду, сказал он, то теряешь жизнь, где ничего не теряю. То теряешь жизнь, где ничего не теряю. Да, это важно. Если у тебя нет бессмертной души, которая потом будет мучена в аду, тебе нечего бояться. Я не многим лучше зверя, которым ударами и голодом научили Христа. Следующий шаг. Этот человек признаёт то, о чём золотовство будет часто говорить, что человек – это зверь. Что в нём нет ничего особенного. Вернее, это зверь с уникальной особенностью. Но эта особенность не делает его не зверем, не делает его выше зверя. Нет же, сказал Заратусте. Ты из опасности сделал своё ремесло. Тут нечего презирать. Теперь ты гибнешь от своего ремесла. За это я хочу похоронить тебя своими руками. На эти слова Заратусте умирающий уже ничего не ответил. Он только пошевелил рукой, как бы ища в благодарность руки Заратусте. Достаточно. Поняли ли мы лучше, кто этот канатаходец? Из того, что он о себе сказал. Он сам сказал, что он не родился. Из своего прошлого. Что он сказал? Которого ударами и голодом научили плясать. Результат его искусства возникает из дисциплины и насилия. Из страданий. Тот факт, что он делает то, что делает, есть результат постоянных страданий, голода и ударов. Знаем ли мы, куда приходит Заратусте? Мы не знаем, что это за город. Да. Но разве это тот город, в котором толпа собирается его убить? Нет. Наверное, это другой город. Но что ещё важнее. Знаем ли мы, когда приходит Заратусте? Базарная площадь работает, значит, это время вечера или дня. Или вечера, или дня, или ночи, ночное представление. Почему нет? Мне кажется, хотя едва ли это может быть серьёзно обоснованно, что речь идёт о чём-то серьёзном, о смене эпох. Канатаходец – это 19 век. Век, когда все люди знали своё место. Век, когда все люди были хорошими только благодаря насилию. Только благодаря жестокости и дисциплине. Посмотрите на крестьян 18-19 века. Жестокость и дисциплина. Посмотрите на аристократов 18-19 века. Наполеонские войны. Жестокость и дисциплина. Посмотрите на королей. Жестокость и дисциплина. Но вслед за этим веком уже бежит и щекочет его пяткой следующий век. Совершенно иной век. Век, который несёт погибель этому. И значит, несёт погибель жестокости и дисциплины. 20 век действительно освободил всех от королей, от аристократов и от крестьян. И от жестокости и дисциплины. Ну то есть и для ниши вот этот 19 век, он был лучше. Потому что это был век неравенства. Это был век жестокости и дисциплины. Век появления Наполеона. Он был получше. Но за ним вслед наступил уже новый век. С которым и придётся иметь нам дело. Повторюсь, это всего лишь предположение. И из самой книжки этого никак не следует. Давайте прочтём ещё это. Тем временем наступил вечер. И базарная площадь скрылась во мраке. Ну вот видите, теперь мы знаем, когда пришёл Заратустер под вечером. Тогда рассеялся народ, и устают даже любопытство и страх. Но Заратустер сидел на земле возле мёртвого, погружённой в свои мысли, забыв о времени. Наконец наступила ночь, и холодный ветер подул на одинокого. Тогда поднялся Заратустер и сказал своему сердцу. Поистине, прекрасный улов был сегодня у Заратустер. Он не поймал человека, зато поймал труп. Тревожно человеческое существование, и всё ещё лишено смысла. Суд может стать для него судьбой. Я хочу учить людей смыслы бытия. Этот смысл есть сверхчеловек. Молния и стомлетучий человек. Да, человеческое существование бессмысленно. Так гласил закон становления. Если нет бытия, если нет рая, нет никакого обоснования нашего поведения. Нет никакого способа отличить хорошее от плохого, доброе от злого. Всё, что мы делаем, это бессмыслица. Слышите, как муха бьётся во что-то там? Её жизнь – это полная бессмыслица. Она умрёт там, хотя родилась не там. Она ничего не сделает, она не будет есть, она не размножится. Её жизнь бессмыслица. Видите дерево, стоящее за окном? Жизнь этого дерева случайна. Его не спилили, хотя могли спилить, ведь оно стоит посреди города. Жизнь этого дерева случайна, и она бессмысленна, потому что оно ничего не делает. Оно не служит кормом ни для кого. Оно никому не поможет, никому не повредит. Оно не дает кислород. Тот факт, что он дает кислород – случайность. Не может ставить случайность. Да, не просто, случайность, конечно. Это величайшая мысль, которая ведёт к вас, которая стала возможной вместе со смертью Бога. Но так же и солнце. Оно светит ненамерно, то есть оно не хочет светить. И бессмысленно. Конечно. Всякая жизнь случайна и бессмысленна. Если только, говорит Золотуха, мы не придадим ей смысл своей воли. Кто раньше придавал смысл жизни? Бог. Бог умер. Где взять его теперь? Его нельзя взять с неба. Его нельзя взять из земли. Его можно взять только из себя самого. Это радикальная свобода. Но эта радикальная свобода не такая, как вам кажется. Это не радикальная свобода деградировать. Потому что из себя можно взять любую бессмыслицу, любую глупость. Это радикальная свобода, которая, тем не менее, обязывает с точки зрения золотуха двигаться человечеством. Или, по крайней мере, отдельных людей. Можно ли жить, зная об этой бессмыслице? Зная о том, что жизнь не имеет никакого смысла и никакого значения. Что на самом деле можно всё и нет никаких запретов. Нет, так жить нельзя. Именно поэтому Ницше прямо скажет то, что мы будем читать в нашем стандартном курсе. А именно, что если учение о становлении, которое пропагандирует Ницше, возьмёт вверх среди населения, среди народов, всякое будущее погибнет. Если ваша жизнь бессмысленна, если у неё нет высшего смысла, нет высшей цели, что становится для вас наиважнейшей задачей? Если ваша жизнь имеет смысл, бессмертие недостижимо, всё в тлен, что вы собираетесь, что вы будете делать? Конечно! Откуда он это знает? Афинская чума. Когда афиняне поняли, что хороший ты человек, плохой человек, богатый человек, бедный человек, набожный человек, да не набожный человек, не благочестивый, скажем так. А умираешь ты одинаково рандомно, и никакая молитва никаким богам, и никакое благочестие, и никакая справедливость не гарантирует того, что ты проживёшь долго и счастливо, или вообще проживёшь до завтра. Они обернулись к тому, к чему обернётся всякий человек, знающий, что жизнь бессмысленна, к получению удовольствия здесь и сейчас. Вы никогда не будете таким молодым, как здесь и сейчас. Вы знаете, что со временем вы будете становиться только старше, а значит только хуже. Поэтому здесь и сейчас начинает иметь величайшее значение. Завтра будет хуже, чем сейчас. Обязательно будет хуже, оно не будет лучше. В этом разница между способностью существовать в обществе и неспособностью существовать. Что обещает общество? Общество говорит, если ты будешь следовать правилам X, Y, Z, завтра будет лучше. Помните, что говорит Сократа протокол? Если ты будешь следовать этим правилам, завтра будет лучше. Почему вы копите деньги, а не тратите их сейчас? Потому что вы думаете, что когда вы накопите, вы накопите на что-нибудь хорошее. Почему вы работаете, хотя работать тяжело? Потому что вы думаете, что рано или поздно вы перестанете работать или найдёте лучшую работу. Это иллюзия. Иллюзия, возникающая с того, что вы отрицаете бессмысленные жизни. В любой момент времени вы можете умереть. Таким образом, единственный ответ на доктрину становления со стороны масс – это немедленное прекращение постановления будущего как нечто гарантированное. Ницше выражает это так. Никто больше не будет сажать дерево, фрукты которого он не сможет собрать. Никто больше не будет создавать что-то, что должно будет дать плоды после его смерти. Я приведу вам очень простой пример, который кажется мне подходящим. Можете ли вы найти сейчас человека, который создаёт Роуд? Обращаемся к Древнему Риму. Тыкаем пальцем в Сцепиона. Он ведь не Сцепион из ниоткуда. Не Вася Сцепион. Он представитель рода Сцепионов, которые восходят к самому первому Сцепиону когда-то там в самом начале Рима. Возьмём Брута. У нас Клавдий Юний Брут. Он представитель рода Юниев. Знаете, кто такие Юнии? Юнии – это первые тираноборцы. Именно поэтому Брут должен убить Цезаря. Потому что Цезарь – это тиран, а Брут – это потомственные тираноборцы. Кто сейчас хочет создать Роуд? Кто сейчас хочет даже иметь детей? Потому что ребёнок – это тяжело. Ребёнок – это вклад в будущее. И вы знаете, что это будущее никогда не обидится. Вот как побеждает идея становления, о которой Ницше говорит. Вот как приближается последний человек, который говорит, я знаю, что такое счастье. Счастье – это наслаждение здесь и сейчас. Но последний человек, он получается последний, потому что после него вообще не будет всё. Да, он финальный, в смысле после него заканчивается… А после следствия человека наступает последний человек, и человечество умирает. Потому что рано или поздно человечество должно закончиться. Как это всё грозно? Конечно, именно поэтому мы с самого начала в вашем стандартном курсе будем читать следующую нитшанскую фразу. Силу человека можно измерить тем количеством истины, которую он может принять в себя. Принять в себя и не отравиться, естественно. Или наоборот, тем количеством лжи, которое ему нужно для нормального существования. Вы должны себя обманывать. Именно поэтому парадигма нитши, триада нитши – это воля, ложь, добродетели. Вы должны себя обманывать, потому что жизнь без обмана не возможна. Жизнь без обмана – вон она. Жизнь без обмана – это каждое действие может привести к смерти. Жизнь без обмана – это каждое действие не имеет никакого смысла или значения. Вы собираетесь изменить мир? Кого вы обманываете? Вы думаете, а вас будут помнить в веках? Кого вы обманываете? Даже о тех, о ком помнят в веках, забудут, когда человечество закончится. Даже наша планета рано или поздно исчезнет. Даже Вселенная рано или поздно исчезнет. Все рано или поздно закончится, но вы закончитесь раньше. В этом нет никаких сомнений. Вы видите, вы уже начинаете лгать себе, чтобы иметь возможность нормально жить. Я хочу учить людей смысл их бытия. Этот смысл есть сверхчеловек. Молния из темной тучи. Человек должен придать своей воле и сам себе смысл. Вы не можете найти смысл. Вы не можете обрести смысл. Смысл не спустится с небес. Смысл можно только создать. И создать его, опять же, можно, а, создать такой смысл, который ведет к деградации. Например, создать смысл наслаждения моментом здесь и сейчас. И, б, создать смысл, который ведет к развитию. То есть я еще далек от них. И моя мысль не говорит их мыслей. Для людей я еще середина мягким людьми, ценно-труга. Темна ночи, темны пути Заратурства. Идем в холодный неподвижный ступень. Я несу тебя туда, где похороню свои милые мальчики. Да, то есть Заратурство исполняет свое обещание похоронить канатаходца. А? Ну, для них, для них, для толпы он, разница между сумасшедшим и... То есть они либо убьют его, либо будут терпеть его существование при условии, что он юродивый. Ну, какой-то городской дурачок что-то там говорит. Ну, не бог что-то. Сказав это своему сердцу, Заратурство будет взвоеный вдруг на Скирме и пустился в путь. Но не прошел он из-за шагов, как подкрался к нему какой-то человек и стал шептать на авто. И гляди-ка, тот, кто говорил, был шут в башне. Уходи из этого города, Оля Заратурство, шептал он. Слишком многие ненавидят тебя здесь. Ненавидят тебя добрые и праведные. И они зовут тебя своим врагом и ненавистниками. Заратурство заработал друга в результате своего первого пришествия в народ. Это друг-труп. И Заратурство, естественно, заработал врагов. Эти враги добрые и праведные. Кто такие добрые и почему они считают Заратурство злодеем, мы узнаем лишь позднее в главе о Дереве на горе. Ненавидят тебя нововерные, они зовут тебя опасными для массы. Счастье твое, что смеялись над тобою. И в самом деле ты говорил, как шут. Счастье твое, что ты пристал к нём своей собаке. Унизившись так, ты спас себя на сегодня. Но уходи прочь из этого города. Или завтра я перепрыгну через тебя. Живой через мёд. Живой через мёртв. Сказав это, человек исчез. Заратустра же прилагал свой путь по тёмным мёдцам. У ворот города повстречались ему могильщики. Они хакерам посвятили ему в лицо, узнали Заратустру и очень потешались над ним. Заратустра несёт отсюда мёртвую собаку. Браво, Заратустра стал могильщиком. Ведь наши руки слишком чисты для этой пожилы. Не хочет ли Заратустра стащить у дьявола его кусок? Давай, счастлив поужина. Если только дьявол не лучше ещё в горе, чем Заратустра. Он убродёт их обоих, он сожрёт их обоих. И они смеялись и перешёптывались между собой. Почему он сейчас называется собакой? Потому что его били и голодом, да, да, да. Как животное, конечно. Заратустра не сказал на это ни слова и шёл своей дороги. Пока он шагал два часа по лесам и болотам, он часто слышал голодный бой волков. И на его самого напал голод. И вот он остановился перед одиноким домом, в котором горел себя. Голод нападает на меня как разводник, сказал Заратустра. В лесах и болотах нападает на меня голод мой и глубокий ночь. Удивительные капризы у моего голода. Часто приходит он только после обеда, а сегодня мне приходил целый день. Где же замешку всего? С этими словами Заратустра постучался в дверь дома. Прибылся старик, но у него в слонаре спросил, кто идёт ко мне и нарушает его ствердый сон. Живой, мёдрый, отвечал Заратустра. Дайте мне поесть и попить. Днём не забыл об этом. Тот, кто кормит голодного, насыщает собственную лицу. Так говорит мужесть. Старик ушёл, но тотчас вернулся и предложил Заратустре хлеб на пенал. Здесь плохие места для голодных, сказал он. Пойду, я живу здесь. Дверь и человек приходит ко мне, отшельнику. Не позабише своего спутника поесть и попить. Он устал ещё больше, чем ты. Заратустра отвечала. Мёртв мой спутник. Мне было бы трудно уговорить его поедать. Это мне не касается, ворча произнёс старик. Кто стучится в мою дверь, должен принимать то, что я ему предлагаю. Ешьте и будьте здоровы. После этого Заратустра шёл ещё два часа, доверяя здоровью и светлым двором. Ибо он был привычным ночным путником и любил всему спящему смотреть в кусок. Но когда стало светать, Заратустра очутился в глубоком лесу. Дальше не было верногорода. Как он положил мёртвого в дупло дерева у своего и голодия, ибо он хотел защитить его от волков, а сам лёг на землю, на мук. И тотчас уснул. Устал вид. В предисловии Заратустра есть несколько героев, помимо самого Заратустра. И эти герои формируют разницу между собой и Заратустрой, тем самым показывая нам, кто такой Заратустра, или вернее, что отличает Заратустру от них. Все эти герои вращаются вокруг одного и того же факта. И тем самым противопоставляют этот факт Заратустре. Святой верит в труп. Канатоходец превращается в труп. Шут создает труп. Могильщики наживаются на трупах или поедают трупы. И, наконец, отшельник не делает разницы между собой и трупом. Между живым и трупом. Соответственно, Заратустра является противоположностью этому всему. Заратустра не верит в трупы, не создает трупов, не становится трупом, не наживается на трупах и делает разницу между живыми и мертвыми. Вернее, между живым и мертвым. О каком трупе идет речь? Есть несколько стратегий поведения с трупом Господа нашего. Можно продолжать не знать, что он умер. Можно подталкивать его к смерти. Можно пережить вместе с ним эту смерть. Можно нажиться на его смерти. И можно, зная, что он умер, не делать разницы. Делать вид, как будто бы он жив. Заратустра не выбирает ни одну из этих стратегий, но все они существуют. Часто вы можете найти христианина, который не знает о смерти Бога, но также часто и того, который знает, он продолжает делать вид. Вот и нет разницы между живым Богом и мертвым. Часто вы можете найти трупоедов, которые наживаются на смерти Бога. Можете найти их у храмов с протянутыми руками. Часто можете найти и тех, кто рад и подталкивал Бога к смерти. И подталкивает его душу. Кто рад смерти Бога? Кто подталкивает Бога к смерти? Я бы хотел сказать, что так, да, да. Но речь не о них, конечно. Речь об определенных мыслителях. Скорее, чем о простых социалистах. Еще раз, мое объяснение не является финальным, финальным или каким-то истинным. Я просто обращаю ваше внимание на то, что увидел, а именно на то, что существует несколько людей, которые так или иначе противопоставлены и так или иначе обращаются с трупом. Или имеют дело с трупом. Долго спал у Заратульства. И не только заря, но и внутренний час прошли полицейские. Наконец он открыл глаза. С удивлением посмотрел Заратульства на лес и тишину, с удивлением загребовывал он себя самого. Потом быстро поднялся, как мореплаватель, завидевший внезап на землю, и возрековал. И Бог увидел новую истину. И так говорил тогда своему сердцу. Заратульства собирается вместо проповедника стать учителем. Он не просто собирается стать учителем. Он собирается стать учителем, ведущим за собой учеников. Они хотят следовать за мной туда, куда я хочу. Это важно. Он хочет их контролировать. По крайней мере, пока. Свет зашел для меня. Не к народу должен говорить Заратустра, но к спутникам. Заратустра не должен быть пастухом и собак из стада. Смолить у многих из стада, для этого пришел я. Негодовать будут на меня народ из стада. Разбойником хочет называться Заратустра и пастухов. Пастухи, говорю я, но они называют себя добрыми и правильными. Теперь вы видите, кто такие добрые и праведные. Первый намек, хороший намек на это. Добрые и правильные. Праведные – это те, кто оберегают общество. Это те, кто защищает общественную мораль. Пастухи, говорю я, но они называют себя правилами. Посмотри на добрых и праведных. Кого ненавидят они больше всего? Того, кто разбивает их с прижальной ценностей, разрушителя, преступника. Но это и есть изедающие. Помните, кто разбивает с прижальной ценностей, разрушителей, преступник? Кто говорит в начале своего произведения, я пережил многие опасности и уберегся от многих тревог. А потом говорит, тот, кто создает новое, всегда переживает много опасностей и много тревог. Кто преступник с точки зрения правоверного и доброго? Тот, кто разрушает общественную мораль. Но нельзя создать новую мораль, не разрушив старую мораль. Поэтому тот, кто создает новую мораль, тот разрушает старую. И тот становится врагом добрых и праведных. Иисус – враг фарисеев. Ибо фарисеи добрые и праведные. И золотустра становится врагом добрых и праведных. Посмотри на верующих всех вверх. Кого ненавидят они больше всего? Кого, кто убивает их с крижальной ценности и разрушительных преступников? Но это и есть изедание. Еще одно проявление влияния Ницше – это слово «ценности». До сих пор вы можете включить телевизор и услышать о том, как люди спорят о ценностях. Или что ценности – это самое важное в жизни. Или что есть что-то ценное. Ценности – это то понятие, которое вводит Ницше. Зачем он его вводит? Естественно, чтобы заменить другое понятие, которое ввел его противник. Что это за понятие и кто этот противник? Смотрите, вы говорите, я считаю, что быть справедливым – это хорошо, справедливость – это моя ценность. Близко. Как бы сказать, добродетель – это ваше личное проявление, а ценность – это нечто витающее в облаках. Идея. Кто это? Платон, Платон, конечно, Платон. Вместо платоновских идей Ницше создает свои ценности. Спутников ищет созидающих, не трупов, а также не стадо и верующих. Созидающих, как и он, ищет созидающих. Тех, кто пишет новые ценности на новых жертвах. Да. Но помните, он собирается не дать им написать новые ценности, а указать им, какие ценности надо писать. Угу. Спутников ищет созидающих и тех, кто собирал в лесную жертву, ибо все созрело у него для жертвы. И не достает ему сотни серфов, поэтому он вырывает колоссия и не дотрит. Спутников ищет созидающих и тех, кто умеет точить свои серфы. Разрушителями будут называть их ненавистниками Дока Близлова, но они те, кто пожинает и праздывает. Созидающих ищет себя Заратустра, созидающих жертву и празднущих с ним ищет Заратустра. Что может он созидать со стадами, пастухами и тупыми. Угу. А ты, мой первый спутник, прощай. Хорошо схоронил я тебя в бутыре дерева. Хорошо спрятал я тебя в толпу. Но я расстаюсь с тобой, время вышло. Между утренней зарей и утренней зарей осенила меня новая истина. Ни пастухом не должен я быть, ни могильщиком. Я больше не хочу говорить с народом. В последний раз говорил я к мертвым. С созидающим, к собирающим жертву и празднущим хочу я присоединиться. Каждый дух хочу показатель и все ступени к сверхчеловеку. Отжимником буду я петь свою песню тем, что одиночество за двоем. И у кого есть еще уши, чтобы слышать неслыханное. К тому хочу я обременить его сердце счастьем. Не всякий человек подходит для целей золотуства. И он наконец-то это понимает. Только такие же, как он, но не целиком такие же, а в одном аспекте такие же. Только созидающие подходят для слова золотуства. К своей цели стремлюсь я. Иду своей дорогой. Через медлительных и нерадивых перепрыгну я. Пусть будет мой путь и буду. И золотуства сам становится шутом. В смысле, сам становится предвозвестником нового века. Так говорил Заратустра своему сердцу. А солнце стало уже наполным. Тогда он вопросительно посмотрел ввысь. Ибо он услышал над собой резкий крик птицы. И смотрите, орел описывал широкие круги в воздухе. А на нем висела змея. Но никогда включая, как подруга. Ибо она была своими кольцами и решила. Два круга. Круг, который совершает орел. И круг, которым является змея на шее орла. Это мои звери, сказал Заратустра и возрадовался сердцем. Самый гордый зверь под солнцем и самый умный зверь под солнцем. Они отправились на разведку. Они хотят выяснить, жив ты еще и Заратустра. И правда, жив ты и я еще. Опаснее оказалось быть среди людей, чем среди зверей. Опасными путями ходит Заратустра. Пусть ждут меня звери мои. Сказав Пет, Заратустра вспомнил слова святого в лесу. Вдохнул и говорил так своему сердцу. Если бы мог я стать мудрее. Если бы мог стать так любимым мудромом, как моя змея. Но невозможно, попрошу я. Попрошу же я свою гордость идти всегда рядом с моей мудростью. Если бы для них моя мудрость покинет меня, так она любит улетать. Пусть тогда моя гордость улетит вместе с моей мудростью. Достаточно. Заратустра не говорит о гордости так часто и с такой любовью, как о мудрости. Мы увидим позднее, что мудрость Заратустра и жизнь будут все время враждовать. И будут завидовать друг другу. И будут ревновать друг друга к Заратустре. На этом заканчивается предисловие Заратустры и начинаются речи Заратустры. Хорошо. И мы видим первую речь. Первая речь кажется нам. Замечайте это. Потому что Платон учит вас замечать это. Кому обращена речь? Есть ли какое-то действие, какая-то драма перед этой речью или во время этой речи? Первая речь кажется не обращена никому. Заратустра никого не называет здесь по имени. Никому не обращается друг, товарищ или как-то иначе. Нет никакой прелюдии, нет никакой драмы. Например, в следующей речи о кафедрах добродетели будет драма. И нам станет понятно, что делает Заратустра. Но пока мы должны услышать только его речь. Речь из Заратустра. Как превращение? Запомните это название. Потому что это будет первый способ отделить целевую аудиторию от нецелевой аудитории. Тип превращения духа называю я вам. Как дух становится деклюном, или он деклюн, и наконец ребенком становится леп. Много трудного существует для духа, для сильного и выносливого духа, в котором живет почтение. По всему тяжелому и самому трудному стремится его сила. Что есть тяжесть? Так вопрошает выносливый дух. Так подобно верблюду опускается он и хочет, чтобы хорошенько наглючили его. Что тяжелее всего, о герои? Так вопрошает выносливый дух. Скажите, чтобы взял я это на себя и радовался своей силой. Не значит ли это унизиться, чтобы причинить боль своему высокомерию? Заставить пристать свое бедумие, чтобы осмеять свою ныне? Или это значит расстаться с нашим делом, когда мы празднуем свою победу? Подняться на высокие горы, чтобы искусить искусителя? Или это значит питаться живудями и травой познания и ради истины терпейковой души? Или это значит больным быть и отослать тишителей и заключить дружбу с глухими, которые никогда не слышат, чего ты хочешь? Или это значит войти в грязную воду, если эта вода истинна, и не гнать от себя холодных пыльушек и токим жар? Или это значит тех любить, кто нас презирает и протянуть руку призраку, когда он хочет испугать нас? Все самое тяжелое берет на себя выноску люду. Подобно наглюченному люду, который спешит в пустыню, спешит в пионскую пустыню. Достаточно. Самый простой способ описать происходящее, конечно же, это взросление. Что происходит с вами в детстве? В самом-самом детстве. Вы получаете от родителей набор ценностей. Они объясняют вам, что такое хорошо и что такое плохо. И вы не задаете никаких вопросов. Если папа сказал нельзя, значит это нельзя. Если папа сказал, так нужно делать, значит так нужно. Помните, там типа мужчины не плачут. Или там вот тебе кукла. Мальчики не играют с куклами, девочки играют с куклами. Что-нибудь такое. Или там надо уступать место старушкам. И так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Первое, что происходит с человеком, он нагружает на себя ценности. И живет так. Но так жить нельзя. И тогда с ним происходит второе превращение. Или вернее, сейчас мы до этого дойдем. Но в самой уединенной пустыне совершается второе превращение. В любом становится здесь дух. Свободу хочет он себя добыть и быть господином в своей собственной пустыне. Своего последнего господина ищет он себе здесь. В рабом хочет он стать ему и своему последнему богу. Ради победы он хочет бороться с великими драконами. Кто же этот великий дракон, которого дух не хочет более называть господином и богом? Ты должен называть, великий дракон. В духе два говорит, я хочу. Ты должен бежать у него на пути, искрять золотыми искрами. Чешучий ты зверь. И на каждой чешуе блестит золотом. Ты должен. Тысячелетние ценности блестят на этих чешуях. И так говорит сильнейший стен дракона. Все ценности вещей блестят на мне. Все ценности уже созданы. И всякая созданная ценность – это я. Поистине, никакого я хочу не должно более существовать. Так говорил дракон. Братья мои, зачем нужен лев в духе человечества? Почему не такой навьючного зверя, самоотверженного и почтительного? Достаточно. Когда наступает ваш пубертатный период, в вас просыпается лев. И когда родители говорят вам, не ходи без шапки зимой, не кури, возвращайся домой до девяти. С этим мальчиком тебе нельзя дружить. Этот имеет на тебя плохое влияние. Что вы начинаете говорить? Я хочу. Да, то, что говорит Лев, ты ничего не понимаешь, мама и папа, вы все дураки. На самом деле я знаю лучше. Я хочу так-то. Я хочу и я буду. И вы начинаете срывать с себя шапку, когда мама отворачивается. Начинаете курить в подъездах, заходить за школу, чтобы курить там, пока вас не видят. И так далее, и так далее, и так далее. Как это называется? Если назвать это коротко и более понятно, нигилизм, отрицание. Создавать новые ценности этого не может даже Лев. Но создавать себе свободу для нового созидания не может всего Льва. Создать себе свободу и священное нет, даже перед долгом, для этого, братья мои, нужен Лев. Забоевать себе право на новые ценности – самое страшное забоевание для выносного и прощительного духа. Поистине, для него оно гравешь и дело хищного зверя. Как святыню свою любил он когда-то ты должен. Теперь должен он даже самым святом находить обман и произвол, чтобы не добыть себе свободу от любви своей. Нужен Лев для этой добычи. Но скажите, братья мои, что может еще сделать ребенок, чего не мог бы и Лев? Почему хищный Лев должен стать еще ребенком? Достаточно. Лев – нигилист. Он отрицает все. Но в этом свойство нигилиста он ничего не может утверждать. Отлинув все ценности, вы остаетесь в пустыне, в пустоте. И тогда должен произойти третье превращение. Ваш побелтанный период заканчивается. Наступает период, когда вы принимаете новые ценности. Но делайте это уже сознательно. У дитя есть невинность и забвение. Новое начинание. Игра, вечно обращающееся колесо. Первое движение. Святое дар. Дар для идут созидания, братья мои. Нужно святое дар. Своей волей хочет теперь дух. Свой мир обретает тот, кто потерял мир. Три превращения духа назвал я вам. Вам дух стал берблюдом. И вон берблюд. И, наконец, я к ребенку. Кто из этих трех срадуства? Ребенок-ребенок в самом начале и бога. Да, да. В самом начале это говорит святой. Предисловие два. Отлично. Давайте закончим. Так говорил Заратустра. Когда побывал он в городе, называем он Пестрая корова. Да. Почему он говорит это не в том городе, в который пришел. Но в другом городе нам понятно. Но почему этот город называется Пестрая корова? Что это за название для города? И у меня было вопросов. Две вещи должны мы себе заметить. Как называется эта глава? От превращений. Сколько превращений в ней описано? Два. Глава называется о трех превращениях, но превращения в ней описаны два. Как верблюд становится львом и лев ребенком. Где третье превращение? Как ребенок становится верблюдом? Когда ребенок создает для себя новые ценности, он принимает их на себя и становится верблюдом. Для большинства людей этот круг проходит всего раз во время пубертатного периода. Но если вы один из тех, кого ищет Заратустра, для вас этот круг проходит постоянно. Для сверхчеловека этот круг проходит постоянно. Он снова и снова принимает на себя ценности, отрицает их, создает новые, принимает их, отрицает их, создает новые и так далее. Главное свойство, о котором мы говорим, это закон становления. Время идет, все меняется. Нет, не может быть никакой стабильности. То, что сегодня для вас является истинным и то, что сегодня вы соблюдаете, завтра, может быть, вам придется отрынуть. То, что сегодня вы готовы убить, завтра не стоит ничего. И наоборот, то, что сегодня не стоило ничего, завтра может стоить все, что угодно. Принять на себя вечные ценности, вечные ценности, значит принять на себя бытие, значит поверьте в бытие. Но бытие не существует. Сверхчеловек будет меняться постоянно. Он должен меняться постоянно, приходя через эти три стадии. Конечно. Почему два раздать превращение до животных, а одно в человек? Потому что только человек может создавать нечто новое. А теперь пришло время поговорить, почему пестрая корова. Нет, а у меня еще есть вопрос. Хорошо. Давайте. Ну, как бы одним из животных заразутся, потом становится лев. Одним из животных заразутся, потом становится... Или одним из связанных. Тяжело сказать, связано это или нет. Вряд ли. Потому что здесь лев это чистое нет. Это чистые нигелиги. Там же не просто лев. Там ведь не просто лев. Какой там лев? Смеющийся лев, да? Немножко другой. Но особенно учитывая, что только что были орел и змея, и теперь разговоры об ольве очень сложно сказать. Можно придумать оправдание. Это речь о том, была речь к самому себе. То речь о животных. И в конце это животные заразутся. Это не животные. Это не животные для всех. Почему пёстрая корова? Вот почему корова, это дело десятое, а почему она пёстрая, это дело номер один. Почему она пёстрая? Куда приходит заразутся? Нет, что значит пёстрая? Какая корова называется пёстрая? Давайте попробуем с кошкой. Пёстрая кошка. Пёстрая расцветка. Что значит пёстрая расцветка? Разношостная, разноцветная. Конечно, об этом идёт речь. Он приходит в город, который на самом деле наполнен многими-многими разными людьми и разными ценностями. Он приходит в пёстрый город. Иными словами, как и Сократ, золотурство зависит от, в кавычках, демократизации того места, в котором он находится. Если бы он пришёл в какую-нибудь Мекку, Мекка была бы чёрно-белой коровкой. Потому что там всё понятно. И когда золотурство пришёл бы туда, его бы просто убили. Но он приходит туда, где звучит сто голосов. Тысяча голосов. И потому его собственный голос становится не таким заметным. Что это за аллюзия? Это аллюзия, конечно, на Европу. Европа стала пёстрой коровой. Потому что в данный момент в Европе разлагаются, смешиваются и борются несколько десятков различных культур. Ницше прямо скажет об этом в одном из отрывков. Но мы даже не будем этот отрывок читать. Речь идёт о том, что сейчас в Европе из-за смешения культур появляется великое время. Время для создания комплементарной культуры. Время, когда мы можем от каждой культуры взять лучшее. Единая культура, да. И вы увидите это в главе «Тысяча и одной цели», когда золотурство скажет «Единое человечество». Пёстрая корова, пёстрая культура, многокультурность, поликультурность позволяет золотустры, а. высказывать свои мнения, не будучи в страхе, что его убьют, не будучи в страхе стать трупом. И. Б. Имея возможность брать самое лучшее отовсюду. Чем же собирается заниматься золотурство в этом городе? Вы уже знаете ответ на этот вопрос. Назовите его. Искать учеников правильно, но мы должны трансформировать это. Он собирается заниматься ровно тем, чем занимается всякий философ с самого начала философии. Чем занимается Сократ? Его ещё за это судят? Собращает молодёжь. Он собращает молодёжь, конечно. Первое, что делает золотустры, и мы читаем это буквально в следующей главе, прошу вас. Зачем он идёт к мудрецу? Потому что все юноши сидят перед его кафедрой. Значит, если он хочет соблазнять юношество, то там самое место это делать. К нему пошёл Золотустра и вместе с юношами сел перед кафедрой. И так говорил мудрец. Честь и стыд перед сном. Это первое. Не избегайте встречи с теми, кто плохо спит и бодрствует ночью. Стыдлив и бодр в присутствии сна, всегда потихоньку крадётся он в ночи. Но нет стыдов ночного сторожа. Не стыдясь, носят он свой рог. Иметь спать – немало искусства. Для этого нужно бодрствовать весь день. Десять раз должен ты днём преодолеть себя. Это даст хорошую усталость, это мог души. Десять раз должен ты вновь мириться с самим собой. Ибо преодоление – это горечь. И дурно спит непримирившийся. Десять истин должен найти ты за день. Иначе будешь и ночью искать истину, и душа твоя останется голодной. Десять раз в день должен ты смеяться и быть весёлым. Иначе будет тебя ночью беспокоить желудок. Этот отец в скорби. Не многие знают это. Надо обладать всеми добродетелями, чтобы хорошо спать. Не стану ли я лжи свидетельствовать? Не стану ли я любодействовать? Не пожелаю ли я служанке ближним? Ну, вы чувствуете отсылку, да? Всё это плохо мирилось бы с хорошим сном. И даже когда обладаешь всеми добродетелями, надо ещё понимать одно. Сами добродетели следует уметь вам вовремя отослать спать. Чтобы они не ссорились между собой, эти милые плавёнки. И к тому же из-за тебя, несчастные. Мира с Богом и соседом. Этого хочется хороший сон. И мира также с соседским яблоном. Иначе ночью он будет бродить у тебя. Почтение к начальству и повиновение даже к любому начальству. Этого хочет хороший сон. Что поделаешь, если власть любит ходить на кривых ногах? Тот, по-моему, всегда лучший поступ, кто почёт оверх своих на самых зелёных ругах. Это в ладах с хорошим сном. Я не хочу ни многих почестей, ни больших сокровищ. Они раздражают селезёнку. Однако плохо спится без доброго имени и малого сокровища. Маленькое общество мне приятнее злого. Только оно должно уходить и приходить вовремя. Это в ладах с хорошим сном. Мне очень нравятся нищие духом. Они способствуют сну. Блажерны они, особенно если всегда воздают умноженное. Так протекает день у добродетельного. Но когда наступает ночь, я остерегаюсь, конечно, призывать сон. Он не хочет, чтобы его призывали. Его, господин и добродетели. Но я размышляю, что я сделал и о чём думал днём, пережёвывая, спрашивая у людей себя, терпеливо, как корова, каковы же были твои десять преодолений, и каковы были те десять примирений, десять истин и десять поводов к смеху, которые моё сердце радовало себя. При таком обдумывании и взвешивании сорока мыслей для меня сразу нападает сон, незваный господин добродетели. Сон стучится ко мне в глаза, и они тяжелее. Сон касается моих уст, и они остаются открытыми. Поистине мягкими шагами приходит он ко мне, любимый ширик из ворот, и посещает меня мои мысли. Глупо стою я тогда, как эта кафедра. Но недолго стою я. Вот я уже лежу. Достаточно. Поняли ли вы, о чём идёт речь? К чему призывает этот мудрец? Спать. Не спать, нет. Сон придёт так или иначе. Быть добродетельным ради хорошего сна. Ради сна. Что это за сон? Сон, после которого у вас закрываются глаза, открывается рот, сон, который вас роняет. Хотя вы только что стояли. Восемь. Конечно. О чём говорит этот мудрец? О том, что... И смотрите, он не раз повторяет. Сон, господин добродетелей. О том, что единственный повод быть добродетельным, это быть добродетельным ради хорошей смерти. Добродетель ради смерти. Почему? Потому что жизнь является прологом к смерти. Жизнь хорошая ведёт к хорошей смерти. И ничего больше. Жизнь второстепенна по отношению со смертью. И потому всё, что есть в жизни хорошего, может быть хорошим только в свете самой смерти. Только по отношению к самой смерти. Живи так, чтобы, умирая, не жалеть. Живи так, чтобы, умирая, не стыдиться. Живи так, чтобы, умирая, ни о чём не волноваться. И так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Иными словами, этот мудрец призывает к посредственной жизни. Никому не мешай, никого не трогай, ни с кем не ссорься, ни лактуй на начальство, ни лактуй на власть. Почему это так? Действие приносит страдание. Страдание несёт за собой стыд и сожаление. Чтобы не испытывать стыда и сожаление, нужно не страдать. Чтобы не страдать, нужно не действовать. Что предлагает мудрец? Классическим образом он предлагает созерцание. Что это за мудрец, который предлагает вам созерцание? И все, кто идут вслед за Сократом, они все предлагают созерцание? За исключением пары прекрасных людей. Стойки предлагают терпеть. Да, да, стойки предлагают терпеть. Но они предлагают терпеть по понятным причинам. Они предлагают терпеть, чтобы смерть была хорошей. Терпение – это всё тоже ничего не делание. Подставь вторую щёку, фактически, говорит, стоит. Какова же реакция за эту стыд? Да, этот мудрец дурак, потому что мысль о том, что жизнь существует ради смерти – это глупость. Чары живут в самой его кафедре. И не напрасно сидели юноши перед проповедниками добродетия. Его мудрость гласит – бодрствуй, чтобы хорошо спать. И поистине, если бы жизнь не имела смысла, и я должен был выбрать бессмысленное, то это бессмысленное было бы для меня наиболее достойным избранным. Да, эта мысль выражается иначе. Человек скорее будет желать ничто, чем ничего не желать. Эту мысль вы можете найти в том и пятом, странице 380, параграф 28, и странице 292, параграф 11, и странице 316, параграф 1. Люди должны к чему-то стремиться все равно, даже если это стремление – стремление к ничто, стремление к смерти. Теперь я понимаю ясно, чего некогда искали прежде всего, когда искали учителей добродетели. Хорошего сна искали себе, и цветущих маками добродетелей. И цветущих маками добродетелей, да. Цветущих маками, в смысле, привлекающих смерть, в смысле, приближающих смерть. Для всех этих пространенных мудрецов кафедры мудрость была основной для сновидений. Они не знали лучшего смысла жизни. И теперь еще встречаются те, кто подобран этому проповеднику добродетелей и не всегда такие же честные. Но их время вышло. Недолго стоять им. Вот уже они лежат. Вложи на эти сангибы. Ибо скоро заснуты. Так говорил Заратустро. Заратустро – это будет тема первых его речей. Те, кто хотят смерти, должны умереть скорее, чтобы освободить место тем, кто хотят жить. Проповедник маскирует свое учение о добродетеле. Это не учение о добродетеле. Это учение о хорошей смерти. То есть, это учение о смерти. Иными словами, этот проповедник не позитивист. Этот проповедник на самом деле пессимист, как Сократ на самом деле пессимист. Сократ учит людей о добродетели, но он учит их в свете смерти, которая только и имеет значение. Мы готовы умереть ради идеи, мы готовы умереть ради сверхчеловека? Мы готовы умереть ради сверхчеловека? Нет. Вы умираете, защищая определенные принципы. Так вы идете по мосту. Но умереть ради сверхчеловека должны вот эти ребята. Вот они как раз должны исчезнуть, они должны умереть. Защищая свои принципы, когда ты защищаешь свои принципы, умираешь. Это разве не противоречит вот этой идее меньше любви и жизни? Кто умирает, защищая свои принципы? Тот, кто идет по мосту. Не так ли? Это не сверхчеловек. Это всего лишь шаг на пути. Это один из тех, кто должен умереть. Такие люди должны исчезнуть. Все человечество есть убожество и позор. Оно должно исчезнуть. Его нельзя терпеть. Так думает Золотух с самого начала. Но мы можем разделить человечество на ту его часть, которая не хочет умирать, проповедник и смерти, и ту его часть, которая готова это сделать. Золотух с захвалит ту часть человечества, которая готова это сделать. Умереть ради своих принципов, умереть, защищая и так далее, и так далее. И наказывает или унижает ту часть, которая не готова умереть. Все должны быть готовы к умилению. 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 Из моего собственного права и жара поистине пришел он ко мне этот привет. Из потустороннего мира пришел он ко мне. Что случилось, братья мои? Я преодолел себя страдающего. Я отнес его прав на голову. Более следствие от пламя обрел я себе. И посмотри, призрак отступил от меня. Страданием было бы это теперь для меня и мухой для выдоровщего. Весь подобные призраки. Страданием было бы это теперь для меня и унижение. Так говорил Андреевич Могу на мире. Достаточно. Откуда возник Бог, созданный золотустой? Откуда возник иной мир, созданный золотустой? Из моего я, из моего собственного жара вышел этот новый Бог и этот новый мир. Иными словами, идеалы, включая Богов и другие миры, всегда возникали из самого человека. Они никогда не существовали в ней, они никогда не спускались сверху. Они всегда описывали петлю. И более того, они не просто всегда описывали петлю. Они всегда соответствовали тому, кто их создавал. То, как себя чувствовал Создатель Бога и иного мира, проявлялось в том, какого Бога и какой иной мир он создавал. Именно поэтому мы видим, что Богов много и иных миров много. Тот несчастный, что создал рай, ну рай христианский, я имею в виду, очевидно туда стремился. Что это говорит нам о его состоянии? Он был... Не-не-не, подождите. Что это говорит нам о его состоянии? Что он был как в аду, что он все время страдал. Его все время пинали, его все время били, его все время жгли, его все время заставляли работать. И он придумал себе место, где происходит ровно противоположное. И куда те, кто его пинали, жгли и били, никогда не попадут. Но посмотрите на север. Какое место создали тамошние ребята? Дерутся, умирают, потом снова восстают, пьют и так далее. И главное, они не делают это просто так. Они делают это с какой-то целью. Наступит конец времен, когда появится великий волк, и они все должны будут его сдерживать. И не просто должны будут сдерживать, а должны будут сдерживать и проиграть. Очевидно, что люди, которые создали такой мир, ощущали себя совершенно иначе, чем люди, которые создали христианский рак. И где бы вы ни посмотрели, на какую бы версию потустороннего мира и бога вы ни посмотрели, вы пообсюду найдете доказательства или следы того, кем именно этот бог был создан. Помните, что говорит Ахилл Одиссею, когда Одиссея встречает его в Аиде? Ахилл говорит, я бы лучше рабом был среди живых, чем королем среди мертвых, здесь нечего делать. Хорошо. Давайте посмотрим, откуда конкретно берется. Это страдание и веселье они создали все иные миры. И это короткое безумие счастья, которое испытывает только страдающие больше всего. Усталость, желающая одним прыжком достигнуть конца, скачком смерти, бедная усталость неведения, нежелающая больше жевать, она создала всех богов и иные миры. Верьте, не братья мои, это тело, отчаявшееся в теле, ощупывало пальцами обманутого духа последние стены. Верьте мне, братья мои, это тело, отчаявшееся в земле, слышало, как говорила к нему член в тениах. И тогда захотела она пробиться головой сквозь последние стены. И не только головой, в иной мир. Достаточно. Теперь вы знаете, что именно является источником происхождения других миров и других богов. Любых богов. Любых иных миров. Средство Тришны повторяет это. Это не человек. Это тема человека. Да. Нет никакого сознания вне тела. Нет никакого духа вне тела. Нет никакой души вне тела. И потому то, что создает дух, сознание или разум, создаются из тела. Раба все время били. Раба заставляли работать. Раба насиловали. Поэтому тело раба, которое было все время избито, изнасиловано и уработано, попыталось создать такой мир, где с ним этого не будет происходить. Наши эфирические переживания, но, соответственно, чувствования и тому подобное отражаются в наших мыслях. Не переживания, а состояния тела. Состояние тела. Чем больше вы презираете свое тело, тем более худшим становится его положение. Чем более худшим становится его положение, тем более красочным становится иной мир. У греков отвратительный аид. По понятным причинам у них здоровые тела. Они не рабы. Но у рабов отвратительные тела. Поэтому у них такой красочный загробный мир. И такой интересный бог. Мы продолжим это движение. Чем хуже ваше тело, тем красочней потусторонний мир. Чем красочней потусторонний мир, тем более отвратительным становится этот мир. Тем больше вы начинаете его ненавидеть, тем больше вы начинаете хотеть из него сбежать. Давайте мы посмотрим поляной мир. Это том 5, страница 17, параграф 6. Мало-помалу, для меня выяснилось, чем была до сих пор всякая великая философия. Как раз исповедую ее творца. Чем-то вроде воспоминаний, написанных им помимо воли. Ну, мемуара в данном случае. Помимо воли и незаметно для самого себя. Да, мы можем добавить сразу религия. Вот о чем Ницше говорит. На самом деле, все, что человек создавал, являлось всегда исповедью этого человека и состояния этого человека. Потому что он создал, мы можем понять, каким он был или в каком состоянии находился. Если вы создали красочный рай, где, значит, бабочки, единороги, радуга и все скачут весело туда-сюда держать за ручки, значит, место, в котором вы находились во время, когда вы создали этот рай, было прямо противоположное. Если вы пессимист, вам требуется немножко заряда оптимизма. И вы начинаете создавать нечто оптимистическое, веселое, приятное, легкое. И наоборот, если вы оптимист, вы создаете нечто мрачное, нечто страшное, нечто, куда не хочется соваться никому никогда. Давайте продолжим. Равным образом, для меня выяснилось, что моральные и неморальные цели составляют в каждой философии подлинное жизненное зерно, из которого каждый раз вырастает целое растение. В самом деле, мы поступим хорошо и умно, если для выяснения того, как, собственно, возникли самые отдаленные материалистические утверждения данного философа, зададимся сперва вопросом. Какая мораль здесь пробивается? Какую он хочет утвердить? Вы видите, да, курсивом он. Какую именно он хочет утвердить? Поэтому я не думаю, чтобы позвать познанию, был отцом философии. А помогаю, что здесь, как и в других случаях, какой-либо иной инстинкт, который пользуется познанием и незнанием, только как орудие. Достаточно. Инстинкт происходит откуда? Прямо из тела. Тело пользуется вашим разумом как орудием, чтобы создать определенную картину мира, в котором оно, это тело, может существовать или ему комфортно существовать. Заметьте, как ниша объектрает на смерть идею об объективном познании. Все будет немного сложнее, но Саратустов сейчас говорит к молодежи, и потому он вглаживает углы. Потом выяснится, что человек, что тело производит аффекты. Аффекты борются между собой. Убеждающий аффект влияет на самость, влияет на я. На ваше самочувствие, на то, как вы себя ощущаете. И из этого ощущения задним числом рождается обоснование этого ощущения. Я чувствую себя хорошо, поэтому я хороший. Это вот генеалогия морали. А как появились аристократы? Их не пинали, их не били, они хорошо ели, поэтому они сами себя начали называть хорошими. А всех остальных следовательно плохими. Никаких других обоснований для этой моральной, в кавычках, картины мира не было, кроме хорошего самочувствия тела. Нет, обоснования все произошли потом. Сначала вы ощутили себя хорошо, то есть хорошим человеком. А уже потом начали объяснять задним числом, почему вы хороший человек, а все остальные нет. Ответ, конечно, я от богов то исхожу. Это до сих пор как получается? Люди, которые считают себя лучшими, думают, что он не с чем? Ощущение собственной хорошести возникает из тела. Если вас все время бьют, если вы плохо едите, если вас постоянно тошнит, вы не сможете никогда ощутить ничего хорошего в этой жизни. Тут другой вопрос. Допустим, ничего, чтобы... Конечно, не-не-не, так мы для этого и собрали. Допустим, мы видим условия, плохие условия, в которых себе христианин придумывает рай. То есть, любое место, в котором будет хорошо. И 99 христиан в таких условиях придумывают себе рай. А один человек подумает, что на самом деле то, что я себе рисую, является неправдой. Просто потому, что я нахожусь в таких условиях. То есть, предположим, что сама мысль о том, что твое познание является... Ну, если вы помните Бекхэму, то есть твое познание есть духи, которые... Дух, идолы, которые мешают твоему познанию быть истинным. Если ты это не перезбавишь, то ты сможешь мыслить правильно и абсолютно полностью не быть подвержен во всей театре. То есть, правда такой, как... То есть, а лучше... Нет, посмотрите, проблема в том, что когда ты... Кто говорит, что нужно избавиться от тела? И намерники, и проповедники смерти. Когда ты избавишься от тела, ты умрешь. То есть, когда ты избавишься от всех аффектов, это будет состояние смерти. Можно ли жить в состоянии смерти? Нет, можно контролировать эти аффекты. Понимать, что это ведет к этому, это ведет к этому. Ну, как хороший математик предсказывает любой аффект, к чему он ведет. Отлично. Я понял вас. Но это идея позитивного знания, финального достижимого знания, которая родилась из Сократа. И из состояния Сократа. То есть, тот факт, что вы верите, что позитивное знание достижимо, уже обозначает, что вы где-то взяли эту идею, что она не родилась у вас. Нельзя избавиться от тела, и потому нельзя избавиться от эффектов, которые тело производит на ваше состояние. И потому никогда не получится самому себе сказать, смотри-ка, я понял подлинную истину в том, что мое тело рождает. Так что, меня бьют, но я думаю о том, что рай – это ложь. Если вы думаете о том, что рай – это ложь, значит, вас не бьют. Ну, вот как-то так. Хотя, давайте я попытаюсь сдать назад и сказать немножко шире. Все-таки, Ницше и в Золотусте, и в принципе, никогда не говорит, что так оно и есть. Он никогда не про эмпирику. Он всегда говорит, давайте представим. А если? То есть, это удобный способ объяснения. Каждый конкретный пример, действительно, может быть, из ста тысяч христиан один не такой. Но речь не в этом. Речь о том, как родились ценности. Не о том, как они распространились или стали господствовать у вас в голове. А родились они именно из состояния тела. Да, но всех, кто он учит. Другого. Конечно. Тогда получается, Ницше не выступал против Сократа. Ницше выступает против Сократа, потому что он делает это публично. Ницше говорит примерно следующее. Многие философы до меня знали, что к чему. Но у них не хватало какой-то правительства. Честности. И в первую очередь, честности перед самими собой. Сократ говорит честно только в момент своей смерти. Только тогда он может быть честным. Почему? Потому что он наконец-то излечился. Но если это говорит Сократ в момент своей смерти, значит, это знает кто. Конечно. Кто это все написал. Но ведь вы открываете государство. В государстве Сократ говорит, конечно, мы должны обманывать всех. Иначе нельзя жить. Как мы построим свое идеальное государство, если мы не будем лгать толпе? Никак. Давайте вернемся назад к Золотусту и посмотрим, что там говорит нам в Золотусту. Но иной мир хорошо скрыт от человека. Это нечеловеческий, а бесчеловечный мир. Небесное ничто. И чрево бытия говорит вовсе не к человеку, даже если принимает облик человека. Поистине трудно доказать всякое бытие и трудно заставить его говорить. Скажите мне, братья мои, Разве самое длинное у всех вещей не доказано еще на лучшем образом? Да, это я и его противоречия. И путинцы говорят самым честным образом о своем бытии. Это созидающее, полящее, оценивающее я, которое есть мера и ценность вещей. И это самое честное бытие. Я говорит о теле и желает тела, даже когда оно творит и предается мечтам, и машет сломанными крыльями. Все честнее научается оно говорить, это я. И чем больше оно научается, тем больше находит слов и почести для тела и земли. Новую гордостью научила меня, Манабиа, в которой учу я людей. Не прятать больше голову в песок небесных вещей, а свободно нести ее, земную голову, создающую смысл земли. Да, мы об этом говорили. Мы больше не находим вечные ценности, мы создаем временные. Новую волю учу я людей, желать той дороге, по которой слепо шел человек, и хвалить ее, и не уклоняться от нее в больших сторонах, подобно больным и умирающим. Больными и умирающими были те, кто презирали тело и землю, и изобрели небесные искупительные капли крови. Но даже эти сладкие врачные яды брали они тело и землю. Свои нищеты хотели они избежать, разверты были для них слишком далеки. Иными словами, все это время всякая новая мораль и всякая философия зависели от состояния тела, то есть от состояния земного. Все это время всякая философия и мораль были сугубо телесными, даже если они притворялись и думали, что говорили иначе. Свои нищеты хотели они избежать, а звезды были для них слишком далеки. Тогда вздыхали они, о, если бы существовали небесные пути, чтобы прокрасться в другое, в тени и счастье. Тогда изобрели они свои уловки и кровавые печи. От своего тела и этой земли, казалось, ему сказали, что они неблагодарны. Но кому же обязаны они судорогами и блаженством своего ухода, своему телу и этой земле? Исходительный заразустров больных. Поистине, он не сердится на их способы утешения и неблагодарность. Пусть они выздоравливают и преоболевают и создадут в себе высшее тело. Не сердится заразустрова и не выздоравливающего, когда он с нервностью взирает на свою мечту и в полночь пройдется в могиле своего бога. Но болезнью и больным телом остаются все еще для меня его слезы. Много больных было всегда среди тех, кто сочиняет и ищет бога. Яростно ненавидят они познающего и ту самую младшую и добродетельную, которая зовется частностью. Незавид смотрят они всегда в темные времена, когда, поистине, мечта и вера были чем-то иными. Неистоство разума было богоподобием и сомнением грехом. Слишком хорошо знаю эти богоподобия. Они хотят, чтобы в них верили и сомнение было грехом. Слишком хорошо знаю я также, во что сами они верят лучше всего. Поистине, негонные миры и искупительные капли крови, но в тело лучше всего верят они. И собственное тело для них, их вещь в себе. Но больная вещь, она у нас для них, и охотно вышли бы они из кожи. Поэтому они прислушиваются к проповедникам смерти и сами проповедуют именами. Иными словами, золотустра говорит не о том, что мы должны изменить мораль, преобразовать мораль, дать новую мораль. Золотустра говорит сначала о том, что мы должны получить здоровое тело, которое создаст новую мораль. Забота о теле, а не о душе. Вот первая задача. И естественно она возникает как антитеза христианской задачи заботы о душе, христианско-сократовской задачи заботы о душе, а не о теле. Когда у нас будет здоровое тело, тогда у нас будет здоровая мораль. Так как больная мораль является порождением больного тела. Какая это будет мораль, а то, что не говорит, это не имеет значения. Как презирающий тело. Да, заметьте, это все как бы одно и то же. Но теперь уже касается не стремления к смерти, не добродетель ради смерти, и не иной мир, как результат тела, а именно что презрение к телу. Презирающий тело хочу сказать мое слово. Не переучиваться и переучивать должны они, не только проститься со своим собственным телом, и так стать именем. Я тело и душа, так говорит ребенок. И почему не говорить, как дети? Затутцы говорят, что тело, как и ребенок, что тело и душа едины. Нет никакой разницы между ними. Но пропустившийся знающий говорит, я только тело, и что про него? А душа? Я есть только слово для чего-то в теле. Да, но тот, кто знает больше, чем ребенок, говорит, что тело первично по сравнению со всякой душой, по сравнению со всякой надстройкой, которую мы пытаемся к нему приписать. В теле много борьбы, и порой эта борьба выигрывает что-то одно, и тогда оно ведет за собой все остальное, стадо и пастух. А порой эта война продолжается вечно. В вашем теле борются между собой всегда несколько аффектов. Вот почему, вставая сегодня с утра, вы думали о том, чтобы не вставать. У вас было желание не вставать. Один из ваших аффектов говорит вам, останься в постели, здесь круто. Второй говорит, не-не-не-не, на лекции будет круче. У тех, у кого победил на лекции будет круче, те пришли. Тот факт, что вы задним числом пытаетесь себя оправдать и сказать, я сознательно пришел на лекцию, потому что лекция это важно, или по любым другим причинам, это не имеет значения. Какая разница, как именно вы оправдываете то, что совершило ваше тело. Это второстепенно. Тот же насильник скажет, я не мог себя сдержать. А когда мы можем себя сдержать? На что направлена эта критика? Эта критика направлена на очень серьезную вещь, с которой ниша пытается бороться. А именно с представлением о том, что существует некая воля. Когда появляется Бог, возникает первая проблема. Если Он всезнающий и всесильный. Он знает, что я сделаю в следующую минуту? Он знает, что я сделаю в следующую минуту. Вот это великая проблема христианства, проблема свободной воли. Так возникает деление. Свободная воля, не свободная воля. Если Бог все знает, и Он всесильный, как может существовать свободная воля? А если свободной воли не существует, за что я должен попасть в ад? Да, то есть за что Он меня наказывает, если я ничего не могу сделать, если у меня нет любви? Это вот полемика августиновская и поставгустиновская. Чтобы победить этот концепт, не нужно выступать сторонником свободной воли. Нужно выступать противником воли вообще. Воли не существует. И потому нет ни свободной воли, ни несвободной воли. Чтобы убрать представление о том, что существует воля, и соответственно ответственность за какие-то поступки, если это свободная воля, или ее отсутствие, если это несвободная воля, нише вводит представление о том, что вы не контролируете себя. Иными словами, ваше «Я», которое каким-то образом объясняет поступки, которые вы совершаете, ничего не контролирует. Все контролирует ваше тело. И побеждающий внутри тела эффект. То, что он пишет о воле к власти, допустим. А что такое воля к власти? Смотрите, обладает ли амеба волей к власти? Да. Обладает ли стол волей к власти? Тогда это явно не воля, о которой мы с вами разговариваем. Нет, а почему стол обладает волей к власти? А почему он не проваливается, когда я на него хладу руку? Почему он не проломился еще под этим стаканчиком? А разум тоже часть всех? Разум – это всего лишь название для чего-то в теле. То, что вы называете разумом, на самом деле всего лишь кажется вам разумом. Ну, обозначение. Да, да, обозначение победившего эффекта. Вы говорите себе, мой разум велит мне сходить на лекцию. На самом деле нет. Какой-то из ваших эффектов победил философы будущего. Ницше будет называть их кастой или расой по одной простой причине. Для того, чтобы создать человека, который ощущает себя хорошо. Мало взять дурака с улицы и накормить его. Для того, чтобы вы получили здоровые инстинкты здорового тела, ваше тело должно быть здоровым в сотне поколений. Для того, чтобы ваше тело было здоровым в сотне поколений, в сотне поколений должен держаться один и тот же порядок, при котором каждый ваш предок стоит наверху и существует со здоровым телом. Только строгий, понятный порядок дает возможность на протяжении нескольких десятков или сотен поколений построить наследника, тело которого будет абсолютно здорово. И у такого наследника, следовательно, будет абсолютно здоровая философия или абсолютно здоровая мораль. Десять. Орудие твоего тела есть и твой маленький разум. Брат мой. Его ты называешь духом. Малое орудие – игрушка твоего большого разума. Дух – это тоже всего лишь изобретение тела. Я говоришь ты и гордишься этим словом. Но больше его, во что не хочешь верить, твое тело с его большим разумом. Он не говорит «я», но делает «я». Что ощущает чувство, что познает дух, что никогда не веет в себе своего предела. Но чувство и дух хотели бы убедить тебя, что они делают всех вещей, так чеславные. Орудие – игрушка, суть – чувство и дух. За ним лежит еще сам. Да, и вот следующее понятие, более глубокое. Есть разум, есть «я», есть «дух», а есть еще некая самость. Самость ищет также глазами чувств. Она прислушивается ушами духа. Всегда прислушивается самость и ищет. Она сравнивает, принуждает, забоевывает и игрушает. Она господствует и является также господином Мангьян. Со своими мыслями и чувственной братной стоит могущественный повелитель, неведомый мудрец. Он называется самость. В твоем теле живет он, Твое тело есть он. Больше разума в твоем теле, чем во всей твоей мудрости. И кто знает, для чего нужна им вся твоя мудрость. Самость смеется над твоим «я» и его гордыми скачками. Что мне эти скачки и полеты в мисках? Говорит она себе. Окольный путь к моей цели. Я, помочь я, помочь для я и вдохновитель для меня. Все, что вы делаете, является всего лишь отложением состояния вашего тела. Вашей самости. И как вами управляет самость? Прошу. Самость говорит «я». Здесь ощущай боль. И вот она страдает и думает о том, как больше не страдать. Именно для этого должно оно быть. Да. Почему одни вещи вызывают у вас страдания, а у вашего соседа не вызывают? Почему, например, некоторые запахи сводят вас с ума, а вашего соседа не сводят? Почему, например, вас дико бесит громкая музыка за окном, а вашего соседа не бесит? Но очевидно, что тело может быть здоровым или больным. И потому очевидно, что существует иерархия приятного и неприятного, достойного и недостойного. На шкале абсолютно больного до абсолютно здорового располагаются все люди. И потому все они ощущают по-разному. И потому все они обладают своей собственной философией или своим собственным взглядом на мир. Этот взгляд на мир есть порождение их тела. Но потому мы можем подумать. Мы не просто можем подумать, мы можем увидеть. Если мы найдем человека с самым больным телом, каким будет его взгляд на мир? Кто этот самый больной? Кто этот забитый, оплеванный, оскорбленный, униженный и так далее? И потому мы можем представить себе его полную противоположность, антихность. Самый твой иерархия. Здесь чувствую радость. И вот он радуется и думает о том, как почаще радоваться. Именно для этого должно он и думать. Да. Тирадия о здоровом теле. Мы можем представить себе абсолютно здоровое тело. И у этого абсолютно здоровое тело будет единственное хорошее мировосприятие. Это лодное мировосприятие. Все остальные мировосприятия будут второстепенны и вторичны по отношению к ним. Но пока мы не нашли здорового тела, мы не знаем, какой это мировосприятие. Речь не идет о том, что вы можете привести свое тело в какое-то состояние X. Любой человек может, если его нормально кормить. Речь идет о том, чтобы это тело имело соответствующую наследственность. Долгую наследственность. Кто ваши предки? Я уверен, как и мои крестьяне. У них не было хороших тел. И потому у нас нет хорошей наследственности. У кого, блин, покажите, у аристократов, которые... У аристократов тоже были. Нет, не у европейских аристократов, да, только не у тех аристократов, которые загнивали и все проиграли. А у тех аристократов, которые были в Грессе. У Платона было отличное тело. Он олимпийский игр, в кулачном бою насмерть. Вот как бы... Так почему Платон не связывался? Ницше скажет, что Платон очень был близок что Платон реально это достижение. Но в чем проблема с Платоном? Сократ. Его использовал Сократ. Это был величайший аристократ своего времени. И он был использован величайшим нищим отвратительным безродным ничтожеством. Давайте мы дочитаем. Осталось чуть-чуть. Презирающим телом хочу я сказать слово. Презрение в этом их почитание. Что же создало почитание и презрение и ценность и волю? Созидающая самость создала себе почитание и презрение. Она создала себе радость и горе. Созидающее тело создало себе дух как план своей воли. Даже в своем безумии и презрении вы, презирающие тело, служите своей самости. Я говорю вам, ваша самость сама хочет умереть и отворачиваться от жизни. Учение зовущей людей к смерти поскорее умереть, перестать сопротивляться, лечь и обернуться в мокрую пустыню. Это учение, возникающее из того, что тело больно и оно хочет умереть. А как же самость не кричит? Если у вас здоровое тело, ваша самость говорит вам мир прекрасен. Если ваше тело больное, ваша самость говорит вас мимо от родителей, из него надо поскорее выйти. Я не хочу больше жить, не надо больше жить. То есть самость есть тело. Просто самость вы слышите, а тела нет. Если ваше тело ужасно, но вы понимаете, что... Ну, ваша задача сделать хорошо. То есть вы понимаете это учение, потому что задача сделать тело хорошее для того, чтобы оно могло идти дальше. Глава на мосту, где калека горбатый подходит и говорит, чтобы народ поверил в тебя, все, что ты должен начать лечить нас, калека. И калека говорит, я не пришел сюда, чтобы лечить калека. Золотустра не собирается никого спасать. Золотустра собирается объяснить тем, кому еще можно что-то объяснить, как быть. Иными словами, Золотустра не собирается строить больницы и лечить больных. Золотустра собирается найти здоровых и соблазнить их. Ну, так это же все равно портит. Совращает. Совращает. больным. Их тело уже испорчено. Их дух, следовательно, уже испорчено этим телом. Их дух не может измениться. Если вы возьмете с улицы цыгана и начнете его кормить, он все равно что-нибудь украдет и убежит. Это пример. Это не факт. Пример для иллюстрации. Я же не знаю, может быть, вы возьмете, а он не убежит. Речь идет о том, что дух уже испорчен, он уже искалечен и он не может быть исправлен. Посмотрите на наших богачей. Как они стали богачами? Случайно. Вчера еще они были нищими партийными работниками. И вот уже сегодня каким-то чудом, неважно каким, они стали богачами. Видите ли вы в них хороший пример богатства? Давайте сделаем пример еще шире. У вас есть телефон, вы открываете инстаграм, находите представителя какой-нибудь золотой молодежи. То есть не забывшего богатства, а родившегося в богатстве. И смотрите на то, что он делает. Он ведь все выкладывает, что делает. Что он делает? Он отдыхает. Почему? Потому что у него наследственность раба. О чем мечтает раб? Отдыхать, ничего не делать. Поэтому даже когда у человека появляются деньги и ресурсы, все, что он делает, мы на пляже, мы прыгаем с самолета, посмотрите, я сижу в своей машине, вот пачки денег, вот миллион ключей, вот, значит, полуголая девушка рядом, он ничего не делает. Посмотрите на аристократа Платона, потомственного аристократа. Платон не ничего не делает. Платон занят изменением мира. Он не просто занят изменением мира, он успешно занят изменением. Труд не есть залог успеха. Таково доказательство бессмысленности существования. Вы можете всю жизнь делиться и все равно остаться внизу. Но если вы аристократ, вы уже по определению успешны. Вопрос, насколько велики ваши амбиции. Мы видим амбиции современных аристократов. Их нет. Не потому, что они не аристократы, а потому, что в них все еще живет рабский дух. Даже когда тело вдруг становится здоровым, дух от этого не меняется. Поэтому не лечит больных. В этом нет никакого смысла. Он ищет здоровок. Она уже не в силах делать то, чего хочет больше всего. Созидать превыше себя. Этого хочет она больше всего. В этом все страстное желание. Да. Не создавать, потреблять. Но теперь для нее слишком поздно. И вот ваша самость хочет погибнуть. Вы презирающее тело. Погибнуть хочет ваша самость, потому вы станете презирающими телом. И вы уже больше не в силах созидать превыше себя. И потому вы негодуете теперь на жизнь и землю. И сознательная зависть в косом взгляде вашего презрения. В косом взгляде вашего презрения. И тут Ницше и тут золотовство. Впервые произносят слово, которое является решающим для него. Впервые произносят слово, которое отделяет здоровых людей от нездоровых зависть. Источником всех учений об отвращении к жизни является зависть. Потому что если бы вокруг больного тела были бы только больные тела, такие же больные тела, не было бы никаких проблем, но есть здоровые тела. Есть удавшиеся экземпляры человека и неудавшиеся экземпляры человека. Неудавшийся экземпляр человека испытывает зависть по отношению к удавшемуся. Как так получилось, спрашивает он, что я не удался, а мой сосед удался. И когда ответа на это не следует, он изобретает Бога и говорит, не-не-не-не, есть Бог. И этот Бог гарантирует, что мы станем равными иными словами, что я буду отомщен. Зависть рождает месть. А, ну, просто зависть сначала ожидает униженности. Нет, наоборот. Но человек чувствует себя униженным, обделенным. Он не чувствует себя, он и есть униженный, обделенный. Из этого рождается зависть. Наоборот. Это следующая причина, по которой золотухство не лечит больных. и это то, что широко называется перспективизм в нитшанстве. Ну, в философии нитш, не будем говорить нитшанство. Нет равенства между людьми, поэтому нет двух одинаковых людей. Поэтому один человек обязательно лучше, другой обязательно хуже. Обязательно складывается какая-то иерархия. И эта иерархия не может быть преодолена, она не может быть разбита. Но если вы внизу этой иерархии, что вам делать? Если вы родились неудачными, если вы неудачник по жизни, что вам делать? Единственный способ терпеть жизнь, это придумать себе новый мир, в котором у вас будет все хорошо. Но мир, в котором у вас будет все хорошо, это мир, в котором у того, кто удался, все будет плохо. Это мир мести. Легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем богачу попасть в рай. Кто это говорит? Ваш любимый друг Иисус Христос, да, казалось бы, самый нежный и милый человек на свете говорит, что богатые в рай не попадают. Самый милый человек на свете говорит, что счастливые в рай не попадают. Самый милый человек на свете говорит, что те, кто занимается сексом до брака, в рай не попадают. Почему? Он никогда не занимался сексом. У него не получилось. Он расстроен этим, он зол, он завидует И говорит, не-не-не-не, подожди, ты не такой, как я, значит, тебе дороговато. Только мне дороговато. Зависть является первым источником отравления мира. Зависть является первым источником создания надмирных конструкций. Что это говорит нам, между прочим, о золотухстве? И победа над завистью – это победа, которая освобождает человека. Потому что нет такого человека, который бы не удался полностью. Опять же, как мы будем оценивать? Потому что кто-то лучше в одном уровне, кто-то в футболе. И получается, несколько играть не может быть абсолютно кубовым человеком, абсолютно идеальным человеком. И поэтому кто-то лучше, кто-то лучше. Вы снова говорите, как уравнитель. Иерархия подразумевает, что у нас есть линия, поперек которой мы ставим всех. И если есть несколько линий. И какая из них главная? Если они все равны, добро пожаловать в либерализм. Для лич это просто. Для всех это просто. Чтобы оценивать человека, вы должны знать, что такое человечность. То есть, чем выделяется человек? Что делает человеку человеком? И когда вы знаете это, вы говорите, у тебя этого много, ты стоишь выше. У тебя этого мало, ты стоишь ниже. Мы говорили о свойствах человека уже, о фундаментальном состоянии человека. Что это за свойства? Воля и креативность. Воля, то есть инструмент создания и способность создавать что-то, чего еще не было. Наверху стоят создатели, наверху стоят творцы. Все остальные, те, у кого не хватает воли, или те, кто не способен создавать, стоят ниже. Вот интересный вопрос. Более творец считается, кстати, ниже. Если он творит что-то, что... Что-то, что ведет к гаградации. Мы это уже... Не то, что ведет к гаградации, а то, что можно трактовать как гоня или какая-то. То есть, с одной стороны, мы даже более художник. Это одно из влияний Ницше. Мы видим, как оно работает. Сейчас любой художник говорит, я творец. И там, я не знаю, заливает себе в задницу краску и выстреливает, значит, ею на холст. И говорит, это искусство. Да? Или там прибивает свою мошонку к красной площади и говорит, это искусство. Я сделал то, чего никогда еще не было. И мы уже говорили с вами об этом немножко, что либо это движение вверх, либо это движение вниз. Ницше определить очень просто, что является источником для вашего творения. В конце концов, христиане ведь тоже создали нечто новое. Но источником для их творения была зависть. Их положение было невыносимым. Они хотели отомстить тем, чье положение было выносимым. То есть любой художник, чей источник, а это любой практически. А в том-то и дело. В том-то и дело. Требование избавиться от зависти это требование к сверхчеловеку. Золотустра сам избавится от зависти только в самом конце. В конце второй книги он увидит, что даже его собственное учение это учение, исходящее от зависти. И тогда он покинет своих учеников. Смотрите, тут другая вопрос. По той же самой трагедии. Положен, что чтобы писать трагедию, не нужно хорошо жить. Наоборот, нужно хорошо жить. Нет, а чтобы воспринимать трагедию на прошлое, чтобы получить эту удовольствие. Ну так, а чтобы создать ее, конечно, нужно опыт. Нет, смотрите, не нужен опыт. Представьте, что вы голодаете годами. Ну, месяцами. О чем вы думаете, когда спите? О чем вы думаете, когда закрываете глаза? Что предстает перед вашими глазами, когда вы их закрываете? Какие-то еда. Конечно, вкусная еда, лобстеры, торты, все что угодно. Именно поэтому человек, которого бьют, никогда не думает о трагедии. И вся его жизнь трагедия. О ней не надо думать. Наоборот, он пытается сбежать. Это эскапизм. То есть, он прошел через это в жизни, сейчас он уже в другом состоянии, и он может перенести то, что у него... Вы так думаете, но мы-то теперь знаем, что ваш дух не исправляется вместе с вашим телом. Если ваш дух был искалечен, он уже не придет в себя, даже если ваше тело стало нормально. Даже если так получилось, что жизнь ваша улучшилась. Золотая молодежь не думает о трагедии, она думает об отдыхе. Золотая молодежь не думает о созидании, она думает о развлечении. Может быть, такой пример есть, но он случайен. Это случайность. Это исключение из праведных. Ницше думает о том, как преодолеть случайность. Об этом мы говорили в тоже встрече. А, ну мы должны рассчитать. Давайте рассчитаем. Потому вы не готовите теперь на жизнь и на землю и сознательная зависть к особым взгляде вашего презрения. Я не следую вашим лицам, вы презирающие тело. Для меня вы не мосты, ведущие к сверху. Да, золотурство больше не говорит, что он учит о сверхчеловеке или что он дает сверхчеловеку. Смотрите, я даю вам сверхчеловека. Теперь он говорит, что сверхчеловек – это просто цель. Без объяснения того, что именно сверхчеловек. Так он соблазняет молодежь видеть в сверхчеловеке то, что они хотят в нем видеть. Хорошо? На этом мы останавливаемся. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!